Об учении Григория Гробового Далее понимаем бесконечность, беспредельность информации, как будто за горизонтом открывается то, что мы можем воспринять, если поднимемся своим сознанием высоко. Как бы подпрыгнем и увидим свет вечности. А глубина, она всегда содержит в себе столько информации, насколько человек готов в нее погрузиться. И этот мир реальный, живой. Он окружает человека и должен быть всегда. Мир должен быть таким же вечным, как и человек в этом мире. Григорий Гробовой в семинаре учения Григория Гробового о Боге Точность в действии всеобщего спасения от 5 ноября 2004 года предлагает подойти логически к уровню действия в системе макроспасения и рассмотреть именно технологии вечного развития. В любом случае, человек должен обязательно получить уровень макроспасения. Автор учения говорит. Когда мы говорим, что все равно все должны быть проблемы с точки зрения макроспасения решены в любом случае, то получается, что система будущего развития имеет только однозначное направление развития. То есть, так как каждый человек должен уметь спасти всех, то по системному уровню и всегда, на самом деле, он должен это сделать обязательно. Следовательно, у него нет другого варианта будущих событий. А будущее многокомпонентно. Поэтому задачей данного управления является то, что отдаленные и одновременно приближенные к человеку, в данном случае к физическому телу человека, система управления фактически связывается в некий один клубок. То есть, если посмотреть, ну, такое сравнение сделать, не схематичное, конечно, достаточно или весьма схематичное, что вот осьминог движется где-то в толще воды, то получается, что констрация, вот, например, видны щупальца, да, и так далее. Но есть же центр констрации, есть жизнь, ну, где вот констрация жизни, щупальца, в общем-то, это следствие, да. И вот, если посмотреть на осьминога в толще воды, то все равно получается, что богом созданная сущность, да, животное, так скажем, жизнь богом созданная, она такова, что все-таки различные системы связей сводятся в один центр, да, природная константа некая. Мы постараемся сейчас и сделаем это по аналогии вывести, что многокомпонентная система событий будущего сводится в одну структуру именно вечной жизни, вечного развития. Для этого необходимо просто навсего сделать так, чтобы все это умели делать, и причем сразу. Вот как только данная тема ставится, задачи и реализации данного управления, все, кто воспринимает эту тему, они должны это сделать сразу, уметь. Григорий Петрович Горобовой говорит, что человек может поставить себе следующий уровень событий, кроме существующего. Вот принцип такой, человек рождается, происходит следующая жизнь, и у каждого человека есть следующий уровень событий. Так вот, человек может промыслить и поставить себе еще один уровень событий, да. Так вот, чтобы действие было обязательно, однозначное и распространенное на всех, нужно учитывать, что следующее мышление следующих людей, это в том числе может быть и сопоставимое с вашим мышлением. То есть одновременно вы протягиваете будущее всех людей, да, и одновременно делаете самостоятельно. Так вот, действие по точному управлению через макроспасение, это действие обязательно обусловленное как глубинным, то есть глубоким состоянием души, так и тем, что вы понимаете, что вечный Бог дает вам именно вечную жизнь, причем в физическом теле. И вы понимаете, что именно эта технология, это есть решение вопросов всех людей, всех профессий, то есть у вас возникает интегрированное мнение, которое несет достаточно конкретную просветленную информацию, связанную с тем, что да, будущее, может быть оно и не совсем, кстати, отдаленное, может быть для кого-то, если оно отдаленное, но тем не менее оно существующее, то есть будущее совершенно однозначно содержит именно факт макроспасения. То есть там все спасены, все имеют вечное развитие. Для этого получается, что чтобы этот системный уровень был преодолен в условиях текущей реальности, мы должны выработать какую-то личную компоненту, личную константу, которая бы решала наши вопросы при любом сочетании событий. Такие глубокие знания можно найти в тексте Григория Гробового, всего лишь поразмышляв над красивыми фотографиями Балтийского моря, то есть как бы получив импульс из внешнего мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok